В День защиты детей глава Чувашии Михаил Игнатьев посетил социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних московского района столицы Чувашии. Основная цель этого учреждения – укрепление системы социальной защиты семьи, а также создание благоприятных условий для развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На площадке перед центром главы Чувашии встретили ребята и педагоги. На асфальте дети рисовали рисунки на тему яркие краски лета, ведь все они радуются хорошей погоде и наступившим каникулам. Михаил Васильевич посетил творческую мастерскую, мастер-классы по изготовлению фигурок из гипса и занятия по арт-терапии. Одна из учениц подарила главе Чувашии свою работу. Спасибо за такую картину, очень красивую. Я оставлю его в музее вашем, ладно? Здесь очень хорошие картины. Внизу здесь напишите. Ваша работа – подарок главе республики. Все будут читать или там, где на фойе. Хорошо? В стенах реабилитационного центра прошел круглый стол с участием семи социально активных семей, воспитывающих трех и более детей. Глава Чувашии Михаил Игнатьев и уполномоченный по правам ребенка в Чувашской республике Вячеслав Рафинов говорили о самых важных проблемах, с которыми приходится сталкиваться многодетным семьям и путях их решения. Михаил Игнатьев отметил, что одна из самых главных задач – защитить институт материнства и детства. И от того, как будут воспитаны дети, зависит будущее Чувашии. Прежде всего, родители должны знать о проблемах ребят. Одним из важных элементов воспитания является сказка. Чувашское книжное издательство выпустило целый сборник сказок, которые сочинили малыши вместе со своими мамами и папами. А вопросы, которые задавали представители многодетных семей, были самыми разными. Например, семья Антоновых поинтересовалась, может ли их старшая дочь получить льгота при поступлении в ВУЗ. Для того, чтобы поступать в учреждения нашей республики, допустим, Чекбул, Петро-Университет, другие учреждения высшего профессионального образования, среднего профессионального образования, мы договорились с нашими учреждениями образования о чем заключается тракторное соглашение. Допустим, если вы хотите стать медиком, доктором или врачом, соответственно, министерство образования, Чувашский государственный университет, и вы заключаете соглашение. Соглашение предписывается, после заканчивания учреждения вы будете работать по своей специальности, но минимум три года. Это такая договоренность на добровольной основе, так скажем. Семья Анастасии и Андрея Шипеевых – трое детей. Старшей дочери скоро исполнится 12 лет, а младшей – полтора года. По их мнению, семья прежде всего должна быть основана на доверии. Папа занят на работе, а мама обеспечивает надежный тыл. Дети же заряжают родителей своей энергией. Шипеева очень рада возможности такого открытого диалога с главой Чуваши. Мы вообще счастливы, что сюда попали, что мы напрямую смогли задать свои вопросы и получить ответы. Вопросы, конечно, интересуют вопросы льгот. На что мы имеем право, как многодетные вопросы. Наш вопрос был про земельный участок, потому что выделяются земли. Мы хотели узнать, как процедура сама вот эта. То есть мы получили ответы не только на свои вопросы, еще услышали те вопросы, которые, может, нам не приходили в голову, но они нас касаются. То есть мы полностью довольны этой встречей. Прям очень понравилось. Это было очень интересно, очень плодотворно. Таким образом, государство оказывает всяческую поддержку многодетным семьям. Но, конечно, самое главное – это внимание, которое должны уделять родители своим чадам. Нужно стремиться к тому, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя одиноким. Елена Яковлева, Владимир Васильев. Жизнь столицы. Спасибо. 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 Продолжение следует...